Наши дорогие, милые дамы, мы поздравляем вас с наступающим женским днём, 8 марта. Мы желаем, чтобы в вашей жизни каждый день было счастье, удача, чтобы вы любили эту жизнь, чтобы в вашей жизни было много цветов, радостных моментов, чтобы вы любили бывать дома со своими родными, любимыми. Быть женщиной – это настоящий дар, это настоящее счастье, когда ваши мужчины, ваши дети торопятся домой, чтобы побыть в атмосфере уюта, в атмосфере мамы, бабушки, сестры, дочери. Мы вас очень любим, мы благодарим за то, что вы есть на нашем канале, и мы вам желаем, прежде всего, много здоровья, и чтобы каждый день у вас было 8 марта, чтобы каждый день вас ждали, любили и носили на руках. И мы с Александром хотим вам подарить шум моря, чтобы в вашей жизни было много цветов, ярких моментов, и было много-много моря чистого, которое уносит весь негатив, и в вашей жизни остается только самое-самое лучшее с 8 марта. Пока я готовлю обед, там уже кто-то занимается садом-огородом. Бонжур, миссё Димон. Бонжур, миссё Димон. Сова и твой? Саспас бьен? Да. Уэй, жардин? Вот. Упартамент? Или аду куааа? Посмотрите, какая чистота. Всё убрали, выбросили все засохшие ветки. Единственное, что решили не обрезать, потому что уже вон почки. Я думала, что мы это всё обрежем, нашу такую крышу зелёную из дикого винограда, но муж решил не обрезать. Пересадил лаванду. Вот. Все деревянные ящики старые выбросили. Кто-то мне писал, почему не купите одинаковые ящики, потому что мы здесь не навсегда. Куда нам потом всё это девать? То есть, почему вы не купите одинаковые красивые вазоны? Ну, потому что... Потому что нам и так... Нам мы так хорошо. И что ещё? И стол он уже протёр. Поэтому, когда будет совсем тепло, можно будет уже обедать, завтракать, ужинать на столе. Гортензия моя, смотрите. Думали, что всё, погибло. Она вон сколько листиков новых выпустила. Нужно будет ещё посадить... А нет, гладилолусы он уже посадил, Александр. Розочка. Нормально всё. И потом посмотрим, что ещё. Или купим, или не знаю. Посмотрим постепенно. Постепенно. Сейчас пока чисто, поэтому нормально. Сегодня вам записала просто гениальный рецепт. Белковый хлеб, или белковый кейк из баночки тунца. Это супер вкусно. Поэтому, кто ещё не смотрел, обязательно посмотрите рецепт. Очень-очень советую. Сегодня вот у нас был белковый кейк. Я готовила по маминому рецепту пюре. Моя мама любила готовить толчонку. Мы её называли в Сибири толчонка. Не знаю, кто-нибудь ещё он называет так. Вспомнила слово. Всплыла в памяти. Она добавляла обязательно молоко, сливочное масло. И обязательно-обязательно добавляла яйцо. Кто так же готовит, напишите в комментариях. Сейчас я буду на вечер сразу же готовить суп. Сегодня будет из брокколи. Обязательно добавляю один цукини и немного картофеля, чтобы он был такой, знаете, эпэ немного. И Владислав меня обожает. Сыром или хоть как. Ну, просто всё как всегда. В мультиварку различные специи. Можно поджарить лук. И получается замечательный суп. Суп из моркови с картофелем. Просто обалденный суп из паприкой. С изюминкой французской, что забавляют французы. Посмотрите на канале «Худеем по-французски» с «Илина Франц». Остальные все супчики у меня в плейлисте. Пепе, суп или французский суп. Уже не знаю, как я их там назвала этот плейлист. А сейчас я ещё сделаю рекоре. Напиток. Французы обожают смешивать цикорий с кофе. Я не знаю, продают у вас в вашей стране. Напишите, пожалуйста. Прям идёшь в магазин и смотришь на баночки. Написано «рикоре». Это значит цикорий. Две порции цикория и одна порция кофе. Я делаю часто сама дома. Или вот покупаю эту марку, которую я вам говорила. Вот посмотрите. Здесь написано «цикорий и кофе». И сейчас покажу, сколько процентов. 65% не вижу через камеру, обманываю. 63,5%, ну 64% цикория и 31,8% кофе. Можно сделать самим. Когда мне заканчивается, я не могу съездить в её магазин. Я делаю сама. Сейчас вам покажу, как делаю. Всё быстро. Очень много вопросов поступает насчёт менопаузы и гормонотерапии. Прописывают французские врачи, не прописывают французские врачи. Кто со мной давно на канале? На канале «Худеем по-французски Селена Франц» есть два замечательных видео. Одно видео называется «Что француженки думают о менопаузе?» И второе видео, где моя старшая сестра Оля показывает, какой препарат, и рассказывает, какой препарат ей назначили французские врачи. И какой препарат она заказала на сайте, не буду рекламировать, сайт вы его все знаете. Ей посоветовала наша родственница, которая работает в медицине. Поэтому пересмотрите эти видео, ссылочки я размещу в сообществе или под этим видео, если вдруг забуду, то напомню. Но я сейчас буду рекламировать препарат, который меня не просили рекламировать, но всё-таки я вам хотела о нём рассказать. Может быть, кому-то будет полезно. Этот препарат, как всё у меня, 100% натуральный. Рассказала мне про него одна француженка. И, в принципе, я спросила у лечащего врача, нужно ещё спросить у гинеколога, потому что у меня уже скоро визит. И потом я вам расскажу, что сказал гинеколог. Лечащий врач сказал замечательный препарат. Потому что, я сейчас скажу, сколько врачей, столько и мнений. Есть врачи-гинекологи, которые назначают заместительную терапию. Такие гормоны, которые, наверное, они называются ненатуральные, химические гормоны. И говорят, что женщине обязательно их нужно принимать, потому что или она будет очень быстро стареть, так и говорят. Другие говорят, что, в принципе, можно обойтись и без гормонов. Гормонов и выписывать что-то натуральное. Поэтому всё зависит от вашего гинеколога и что он вам назначил. Но у нас же есть менопауза и ещё предменопауза. Я вот знаю, что многие русские врачи говорят... Я слышала это и по интернету, и в инстаграм читала. И девочки мне рассказывали, что как бы заранее они прописывают, но прописывают что-то натуральное, чтобы подготовить организм и чтобы он взрослел не так быстро, можно так сказать. Во Франции. Во Франции есть разные. Но вот мне нравится вот эта марка. Она продаётся у нас в биомагазине Физиона. И она так и называется. Гармония. Здесь вот такие вот маленькие пакетики. Что делает? В принципе, что делает? Она регулирует все женские гормоны, борется с усталостью и также против старения, против стресса. Я хотела вам просто показать состав. Какой здесь замечательный состав. Вот я вам подношу, в принципе, всё, что должно быть в женском организме. Вот, смотрите какой. Здесь и цинк, и различные растения, которые очень полезны. Ну, конечно, нужно смотреть противопоказания. Здесь и витамин С, и витамин Е, и витамин В, витамин В2, В6. Всё. Биотин. Всё в одном. И самое главное, всё это сбалансировано. Забалансировано, очень-очень сбалансировано. Это лаборатория во Франции, которая работает на всех натуральных травах. И которая, это не реклама, потому что я покупаю за свои деньги этот препарат. Он стоит достаточно так дорого. Можно так сказать по-честному. Но препарат, и тут и витамин, вот все группы витаминов В. И хром здесь, кстати, очень хороший хром, который усваивается. Витамин В3. Поэтому, кого интересует, ну, в принципе, вот такой препарат. Вы говорили, что хотим, чтобы ты делилась всем. Ну, я вот и делюсь. Один пакетик нужно пропивать месяц. Месяц. А здесь такая шипучая смесь. В принципе, можно растворять. В любом напитке, они сказали. Лучше не в горячем, потому что вы знаете про витамин С. Он в горячих напитках разрушается. Даже если вы добавляете лимон в чай горячий, то не добавляйте. Лучше дайте чаю чуть-чуть остыть, и потом добавляйте лимон, синтетический лимон. Можете даже и не покупать. Там уже витамина С никакого нет. Только натуральный. И вот эти пакетики, в принципе, можно растворять, а можно просто, кому нравится, запивать водой. Если где-то в поездке, очень удобно. Поэтому показываю. Просто наберите в гугле и посмотрите. А совсем забыла сказать, что здесь, конечно же, есть противопоказания. И вы можете у них на сайте тоже прочитать противопоказания, если кто-то понимает по-французски. Кто не понимает по-французски, я сразу говорю, что детям, конечно, нельзя. Кстати, подросткам можно, потому что у подростков то же самое. Почти, в кавычках, менопауза, когда идут гормональные изменения. Потому что женщина снова становится подростком, а подросток подрастает. Я так могу сказать. И поэтому у нас в это время что-то происходит схожее. И с нервами, и с настроением, и со всем на свете. Ну, у кого как? Нельзя, конечно, беременным женщинам. Женщине, которая применяет контрацептивы, пилюли. Также нельзя женщинам, у которых онкология груди. И также нельзя, у кого проблемы с тироидом, это у нас щитовидная железа. И кто принимает разжижающие кровь препараты. Обязательно все читайте, мои хорошие. Обязательно не верьте никому. Читайте. И обязательно спрашивайте своего лечащего врача, как он относится к тому или к другому препарату. Смотрите, какая красота. Еще не совсем остыл, но пропекся замечательно. И прям, я даже сама удивилась, какой рецепт хороший. Я думала, или будет мокрый внутри, или не пропечется, или не поднимется без яиц. Ну, просто класс. С любым вареньем, без сахара. Сверху можете что-то добавить. Кто любит, может быть, сгущёнку для детей, можно сгущёнку добавить. Кто без сахара, то ничего не добавляйте. И вот такое. Особенно во Франции после Пасхи остается много шоколада. Ну, конечно, смотрите, чтобы шоколад был хорошего качества. И чтобы не было слишком много сахара. Вот такой рецепт. Мне очень понравился. Я вам всем-всем советую попробовать приготовить. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если рецепт понравился. И до новых встреч. Всем пока-пока. Кстати, забыла сказать, попробовала. Супер вкусный. Очень вкусный. Советую. Всем-всем советую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok